В прямом эфире Вести Хакассия в студионах. Пашева здравствуйте. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике и далее коротко о главных из них. Смертельно больные жители Хакассии остались без поддержки. В республике нет денег на лекарства для ВИЧ-инфицированных. Опаснее собаки в Абакане пожилая хозяйка Шарпея открыла стрельбу в ответ на замечания прохожего. Опера и джаз на одной сцене. Уникальный проект Республиканский драматический театр представит уже завтра. Второй месяц без зарплаты вынуждены обходиться работники сельских домов культуры Устебаканского района. Деньги не выплачивают без объяснения причин. Людям не на что купить продукты, нет денег на проезд и другие нужды. Почему? Выясняла Юлия Константинова. Село Московское Устебаканского района. Небольшой дом культуры, маленький коллектив мизерной зарплаты. Самая большая из которых 11 тысяч. Но и этих денег люди не видят второй месяц. В сентябре рассказывают дали аванс 27% от оклада. В итоге я получила 3000, но согласитесь, что прожить два месяца на 3000 это нереально. При том, что прожиточный минимум у нас в республике составляет 7400. Плюс у меня ребенок студент, который каждый день ездит в техникум. И маленький ребенок, который пошел в первый класс. Юлия Осминкина, молодой специалист, только в августе переехала из Абакана. Решила, хоть оклад маленький, зато наработаю стаж, получу опыт. Сейчас задумывается об увольнении. В сентябре месяце нам была выплата в размере 27% от оклада. Для меня это составило 1700 рублей. Ну и представьте, как можно два месяца прожить на 1700 рублей. Село Московское, территория дотационная. Бюджет 6 миллионов 600 тысяч. Из них собственных доходов всего 1 миллион 200. Остальные средства района и республики. Поступать должны по программе на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности. Но деньги и сюда не поступают второй месяц. У нас без зарплаты сидит администрация, централизованная бухгалтерия, хозгруппа и культура. На сегодняшний день, по предварительным данным, этим категориям работников района бюджет задолжал больше миллиона. Плюс выплаты и начисления во внебюджетные фонды. Пара обращений в суд и счета администрации будут арестованы. Идут задержки с республики Хакасия. Мы не получили дотацию еще в полном объеме за сентябрь месяц. То есть из положенных 2 миллионов 633 тысячи мы получили только... не получили миллион 823. 800 тысяч только получили. Уже несколько раз район направлял обращение в Минфинреспублики. Сегодня письмо очередное. С новыми данными по задолженности. С цифрами, что значительно выросли за 2 месяца. Юлия Константиновна, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Не могут дождаться положенных выплаты и некоторые многодетные семьи в Абакане. К нам в редакцию обратились родители с просьбой выяснить, когда им выплатят материальную помощь для сбора ребенка в школу. Напомним, до 2012 года в Хакасии финансовую поддержку в размере 1 тысячи рублей на одного школьника получали только малоимущие многодетные. Затем закон изменили. Последние два года размер пособия увеличили до 2 тысяч. И выплачивать его стали всем семьям, где воспитывается 3 ребенка. Независимо от уровня достатка в многодетной семье. Как пояснили в Министерстве труда, задержка выплат связана с более поздней подачей заявления на материальную поддержку. В настоящее время за 9 месяцев помощь оказана уже на 12 миллионов рублей. То есть все семьи, которые обратились до 1 сентября, им помощь уже вся перечислена в размере 2 тысячи рублей на каждого ребенка. Остальные заявочки, которые поступили после 1 сентября, они уже заявлены Минфин. И я думаю, что в ближайшее время деньги будут поступать на счета граждан. В Хакасии назревает очередной медицинский скандал. На этот раз тревогу забили больные вирусом иммунодефицита. Необходимые препараты для поддержания жизни пациентов подходят к концу. Это подтверждают в центре антиспид. Должного лечения уже не получают несколько десятков человек. Притом с каждым днем нуждающихся в терапии становится все больше. Чтобы решить проблему Минздраву Хакасии, необходимо найти несколько десятков миллионов рублей. Константин Кравцов подробнее. Анастасия Дойникова помогает жить людям с ВИЧ-инфекцией. Она совсем не медик, скорее психолог. Однако сегодня у председателя общественной организации «Позитив» настроение совсем не веселое. Оно и понятно. Лечение диагноза ВИЧ в Хакасии на грани срыва. Необходимой помощи уже не получают десятки пациентов. 32 человека, которые нуждаются в терапии, ее еще не получают по каким-либо причинам. Я предполагаю, что причина и недостаток лекарств и финансирования. И каждый день постоянно появляются новые. По официальным данным на диспансерном учете в Хакасии состоит 533 человека. Противовирусную терапию, которая, кстати, положена лишь в определенной стадии развития ВИЧ, получают 125 пациентов. Однако запас необходимых препаратов подходит к концу. Это подтвердили в центре антиспид. Однако комментарии медики не дают. Терапия для ВИЧ-инфицированных – единственный способ прожить как можно дольше. Она показана на всю жизнь. Цена одного годового курса может достигать миллиона рублей. При нарушении процедуры лечения все необходимо начинать сначала. А это еще больше лекарств и еще больше денег. Лекарства не дают вирусу размножаться. А, соответственно, он никак не вредит организму. И человек не болеет. То есть абсолютно полноценно живет. Женщина может рожать здоровых детей при условии приема лекарств. И, что очень немаловажно, лекарства являются и средством профилактики. Человек, принимающий лекарства, он становится на 96% менее заразен. По мнению общественников, перебой в льготных лекарствах от того, что прежде финансирование было федеральным, а в этом году легло на плечи Минздрава Хакасии, у которого денег не оказалось. По неофициальным данным, чтобы решить проблему хотя бы на год, с учетом нынешнего количества нуждающихся, необходимо около 30 миллионов рублей. Петицию о помощи, в которой подписалось более 500 человек, общественники направили в правительство и Минздрав Хакасии. Официального ответа пока нет. Чиновники от медицины и вовсе отказываются что-либо комментировать, сухо заявляя, что ведомство проводит проверку. Ее сроки могут затянуться до 30 дней. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Жительница Абакана грозит реальный срок за использование незаконной рабочей силы. Девушка наняла на работу нелегалов из Поднебесной. В одном из рейдов Федеральной миграционной службы, участие в котором принимала и наша съемочная группа, сотрудникам удалось выйти на 24-летнюю жительницу столицы. Выяснилось, что Алифтина Ли почти полгода предоставляла временное жилье на территории тепличных комплексов Усть-Абаканского района в четырем гражданам Китая, обеспечивала их одеждой и продуктами питания, выдавала зарплату. Уголовное дело было возбуждено по постановлению первого заместителя прокурора Хакасии девушке грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Российские железные дороги обязали возобновить водоснабжение жителей Шира. Верховный суд Хакасии вынес решение, согласно которому компания должна обеспечить жителей домов по улице Моисеиченко и вокзальной холодной водой. Ее в многоквартирных домах не стало прошлой зимой. Причина – авария в системе холодного водоснабжения. Эта услуга по договору предоставляется жителям компании РЖД, однако собственник никаких мер по устранению порыва не предпринимал. После многочисленных жалоб жильцов абаканский транспортный прокурор направил в Ширинский районный суд заявление о признании бездействия РЖД незаконным. Суд встал на сторону пострадавших. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Водоснабжение должно быть восстановлено. Точки по продаже алкоголя станут ближе к детям. Депутаты Абаканского гурсовета намерены изменить правила торговли спиртным рядом со школами и детскими садами. На сегодняшний день нормативы следующие. Магазин с винноводочным ассортиментом должен находиться минимум в 80 метрах от детского сада и в 120 метрах от школы. Администрация города предлагает сократить эти расстояния. Для детских учреждений установить минимум 50 метров, для образовательных – 80. В глазах общественности эта мера выглядит крайне непопулярно, но, по мнению народных избранников, внести изменения необходимо, потому что при старых нормативах под запрет попадают супермаркеты, крупные продуктовые магазины и несколько столичных ресторанов, которые годами вели свой бизнес и приносили доход в городскую казну. Я считаю, что данное решение, которое на сегодняшний день рассматривается, оно просто позволит не вносить какую-то сумятицу привычному, стандартному, традиционному укладу жизни города Абакан. Вот этот аргумент, что несовершеннолетние совершают преступления, либо правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в первую очередь это вопрос идет о нарушении другого плана, кто несовершеннолетним продает алкоголь, потому что мы же знаем, что действует федеральный закон о запрещении до 21 года продажи алкогольной продукции. Данное решение еще не принято. Вопрос об изменении нормативов будет рассматриваться на официальном заседании городского совета депутатов на следующей неделе. В Сорске обезврежена преступная группа, которая сбывала синтетические наркотики. Вычислить преступников помогли сами жители города. Именно они первыми забили тревогу и обратились в наркоконтроль. В ходе проверки информация подтвердилась. Двое молодых людей 91-го года рождения планировали наладить целую схему по передаче наркотиков посредством закладок. Покупателю обещали регулярные поставки зелья. Точку сбыта организовали в одной из многоэтажек Сорска. В один из дней покупатель забрал партию Спайса и направился на встречу с продавцами, чтобы передать деньги. Тем временем наркополицейские уже следили за всеми передвижениями участников группы. В одной из квартир все подозреваемые и были задержаны. Общий вес изъятого наркотика составил почти 11 граммов, что считается крупным размером. Кстати, главный фигурант дела оказался наркоманом. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам. На второго продавца также возбуждено уголовное дело. Максимальный срок, который им грозит, до 20 лет лишения свободы. Эпоха беспощадного террора 20 века жива в памяти народа. Сегодня в траурную дату потомки жертв политических репрессий по традиции собрались у мемориала в Абакане. Сталинский террор в 30-е и 50-е не пощадил никого. Только с территории Хакасии в те страшные годы угнали в лагеря 5268 человек. В числе арестованных, расстрелянных, ученые, педагоги, партработники, крестьяне. Не обошла беда и семью Сиротининых. Отца репрессировали в 32-м, когда младшей дочери Антонине был всего год от роду. Было две лошади, две коровы. Все забрали, посчитали кулаком. Мы голодали. Писать письма и тем более навещать отца родне было категорически запрещено. Домой главу семейства жена и дети так и не дождались. Он умер в 37-м в лагере. Об этом Сиротининым сообщила медсестра. У Олега Шулбаева годы террора забрали деда. Без средств к существованию осталось 10 детей, в их числе и будущий отец Олега. Он позже и рассказывал сыну о голодных годах, о том, что членам семьи, которых считали врагами награда, не давали работу. Между тем, страшные времена не сломили семью. Четверо из них участвовали в Великой Отечественной войне. И Бог видимо, или дух мой, деда хранил их. Все вернулись живыми. Раненые, конечно. А один из детей был в трудармии, тоже живой вернулся. Еле-еле душа в теле, как говорится. Но выжили все. Воспоминания о каждом человеке, пострадавшем во времена беспощадного террора, живы в сердцах потомков. Вот уже 22 года родственники репрессированных собираются вместе в единый день. Памяти жертв политрепрессий. Чтобы выразить свои переживания и боль. 30 октября к мемориалу в Абакане, на котором фамилии более 5000 человек, жители городов и сел, несут святые венки. Наталья Громашова, Владислав Кустовой, Двести Хакасия. В Саиногорске вынесен приговор мошеннику, который обманным путем отобрал 6 квартир у жителей города. В числе пострадавших есть и сироты. С 2007 года Андрей Пронин заключал с нуждающимися в деньгах кабальные сделки. Договоры займа под залог принадлежащих им квартир. По договору люди должны были каждый месяц платить 20% ставки за пользование деньгами. Если платить не получалось, долг увеличивался с каждым днем просрочки. Мошенник проворачивал махинации и с бумагами, прописывая в договорах суммы меньше полученных. Чтобы окончательно завладеть заложенными квартирами, он обратился в суд с иском на самих жертв, обвиняя их в неисполнении обязательств по договору займа. Тогда суд встал на его сторону, поверив сфабрикованным доказательством. С одной из жертв взыскали более 1 миллиона рублей и забрали квартиру. По такой же схеме Пронин завладел еще тремя квартирами. Не гнушался мошенник обманывать и сирот, которые получали муниципальное жилье. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. Накануне суд вынес приговор. Он оказался весьма мягким. 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и со штрафом всего в 100 тысяч рублей. В Абакане пожилая владелица бойцовой собаки выстрелила из травматического пистолета в мужчину. Он сделал ей замечание по поводу того, что собака гуляет без намордника. Пенсионерка оказалась агрессивнее собаки и недолго, думая, достала оружие. В результате с диагнозом проникающей огнестрельное ранение правой голени и левого бедра пострадавший был срочно госпитализирован. Травмы могли оказаться смертельными, будь пенсионерка, поточнее. Пули прошли в нескольких сантиметрах от бедренной артерии. Сейчас по этому факту полицейские проводят проверку. Браконьер добровольно возместил ущерб в 60 тысяч рублей. Его поймали в Стебаканском районе. В машине нашли тушу косули, охота на которую в республике строго запрещена. Ущерба в несколько десятков тысяч рублей нарушитель сразу же возместил, не отказался и оплатить штраф в размере 5 тысяч. Как сообщили в госкомитете, данный случай скорее исключение. Чаще всего нарушителей удается наказать только через суд. Удивлять своего зрителя в ближайшее время планируют Республиканский драмтеатр имени Лермонтова. Артисты готовят премьеру. Уже завтра на сцене разыграется лирическая комедия «Звездный час» Кена Ладвига. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. Впервые за многие годы Республиканский театр представит сочетание классических, оперных и джазовых композиций, да еще и в комедийной форме. В основе пьесы «Звездный час» Кена Ладвига «Реальная история» 30-е годы 20 века. Американский город Кливлинг. Гастроли знаменитого итальянского тенора Тита Морелли. В день концерта происходит неожиданная накладка. В итоге исполнить главную партию. В спектакле от Телло приходится администратору театра. Классическая подмена. Должен был делать что-то один, а сделал другой. Подмена костюмная. Такое стечение обстоятельств. Должен был петь великий певец. Вместо него спел обычный парень. И его не узнали. Все подумали, что это на самом деле пел великий певец. То есть такая история подмены. Действие спектакля стремительно и динамично, с неподражаемым комическим эффектом. В центре человек с его естественным стремлением к пониманию и к счастью. Всех тайн режиссер-постановщик Евгений Ланцов не открыл, но пообещал много юмора, танцев и хорошего настроения. В спектакле заняты опытные артисты театра и совсем молодые исполнители. Звездный час новой постановки наступит уже завтра вечером. Ольга Стельмах, Антон Вожилов, Вести, Хакасия. У меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости на нашем сайте. Вести.дефис.хакасия.рф Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.